И також первое послание Коринфянам 2, 4, 5 и 1 с 1 по 5 стих. Слава Господу, то, кто воплощает Слово, приобретает Христа Пасховоплощение. Я засчитаю, что Господь нам казал и продолжил казаться в послании от Иоанна, 6 глава. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Слава Господу, друзья. Вы бачите, Господь скажет, что истинно, истинно. Только особое внимание на это, что если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его. Последний день. Ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питья. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, и я живой отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши, елеманны, умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Слава Господу, друзья. Я спаснущее, то, что сказал Господь, что зацегу, это 47 верша, починающий. Так же самое Господь обращается. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши елеманну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть Моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам. Господь, еще раз так вот так уж повторю, особое внимание, истинно, истинно. То есть, особо внимательно говорю, что если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал Меня живой Отец, и я живой Отцом, так и идущий Меня жить будет мною. Сей-то хлеб есть, шедший с небес. И не так, как отцы Ваши елеманны умерли, идущий хлеб сей жить будет вовек. Аллилуйя. Слава Господу. То, кто Господь нам каже на початку еще 47 стиха, Верующий в Меня имеет жизнь вечную. То, кто Господь нам даровал веру в Него. Мы в Него веруем, мы моему цей дар веры. И через это мы моему жизнь вечную. И Господь каже, что Он есть хлеб жизни. Он сам есть хлеб жизни. Отцы Ваши кажут, что ели манну в пустыне и умерли. А сей хлеб же, шедший с небес, таков, что идущий Его не умрет. Господь еще кажут, что Я ехлеб живый, шедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. И Господь еще повторю, истинно, истинно говорю Вам. Если не будете есть в плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Ибо плоть Моя истинная из пищи, и кровь Моя истинная из питья. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой отец, и Я живой отцом, так и идущий Меня жить будет Мною. То, что Господь нам скажет, что мы опрямо Его, опрямо Цю Паску, Его кровь, Его плоть, опрямо. И кто принимает и вкушает Цю плоть верою, мы вкушаемо и справами, мы вкушаемо, мы, как Господь сказал, следуй за Мною, також и мы идемо за Господом. И написано, что ядущий, ядущий цей хлеб, цю плоть, цю кровь будет жити Мною. И також и мы, когда мы принимаем это слово, его разделяем, его шлях, его поручение, и мы рухаемо, и живемо цим, друзья уже. И цим есть свечения, что мы вкушаемо от Господа. Бо наше служение, церковь подяга, что мы робимо, наше життя, наша исповедь, публичная наша исповедь в житии, це є свечения, вкушение, что мы разделяемо Боже життя, его шлях, его путь, его плоть. Мы вкушаемо, мы це познаемо. И для нас є приклад служение також нашего брата во Христе, апостола Павла, що казав Павлу про це, я напоминаю, що наше слово, которое кажуться, воплощай слово, приобретай Христа, пасхово воплощення. Що казав апостол Павел нам, Павел казав, що да я все почитаю, читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найти с Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, праведностью от Бога, поверим. И чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смертью Его, друзья, слава Богу, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, не почитая себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к почести, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, для чего вы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете у нас. Слава Господу. То, что вы бачите, что мы бачим еще брат Павел, который был ученый муж и имел, как он сам кажется, имел преимущество и превосходство, чтобы опираться на плоть, но он все, мудрость, все знания свои, учения, им почел читой ради превосходства познания Христа, чтобы познать его, познать его, познать его силу, познать его воскресенье и быть в участии, принимать в страданиях его, сообразуясь в смерти его. То, кто Павел, вкушая, Павел вкушая дела Божьи, вкушая путь Господень, для того, чтобы познать истину Божию в практике хождения за Господом, я Господь нам казал, что следуйте за мною, следуйте за крестом, вкушайте плоть мою и кровь мою, и майте участь во мне, и кто будет вкушать, тот будет мать, кто будет жить мною, как сказал нам Господь. Тобто, чему я так скажу, друзья, я уже сказал на эту тему, на эту тему ранее, и слово это было, название это было, пребывание в слове, то, что я хочу вам сказать, и что, донести, друзья, что, мы можем иметь что-то в голове, какие-то разумения, какие-то знания, но это еще есть, а не значит, что мы, это слово, которое у нас в голове, что мы его опознали, что мы его, вкусили его суть, и чтобы эта суть, она стала нашою частиною, что мы истинно познали, потому что знания в голове это еще не есть познание Христа. Это и доброе мать знания в голове, и это и доброе это самое, знать, мать в разуме Христа, и выполняться словом. Но очень важно нам вкушать это слово и познавать его, познавать его суть, которая есть в этом слове. Я хочу сказать такий приклад, такий приклад, як, коли людина навчается, вона щось, допустим, осваивает какую-то профессию, и людина еще не специалист, вона знает знания, вона тільки претендент на эту профессию, и, ну, уже потом, через практику, через год, два, два, три работы, и когда она уже через практику, через тут, она уже вкусила, и эти знания, они обрели плоть, друзья, они уже стали диявами, и она уже, людина, это прочувствуется, и тогда же она стает специалистом. також и тут, мы сейчас мы бачим разных людей, ну, богатых, яких мы бачим учителей, слова, учителей, теологов, проповедников, богословов, которые что-то могут сказать, и это очень хорошо, потому что это их труд, это их призвание, докопаться, осветить тему, это очень хорошо, но знают ли они слово, друзья, и опоздали они это слово, которое они говорят, друзья, это очень разные вещи, когда ты можешь что-то в голове, ты можешь что-то высказать, рассказать, и что-то ты это слово пизнав, что-то ты прочувствовал в своем жизни, и это и это и Господь призывает, чтобы мы познавали не только в голове слово истину, а познавали его на практике, чтобы слово было не только в нашем голове, но оно было еще в нашем сердце, а с нашего сердца было в нашем жизни, как Павел каже, чтобы мы, что я покажу свою веру из моих, из его служения, и мы видим опознание слова, которое мав апостол Павел в первом послании до Коринфянам в второй главе. Мы знаем, что это слово, но я вам, друзья, напомню. и когда я приходил к вам, братья, приходил обзвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в обытили словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша подтверждалась на мудрости человеческой, но на силе Божьей. То, кто Павел рассудил, чтобы он не будет знать ничего, не будет быть в превосходстве слова или в какой-то мудрости, будет явлена та суть, которую Павел познал, друзья, та суть, которую он познал, та суть, которую он пережил, и эта суть чтобы она была этого слова, глубины этого слова, суть. Чтобы она была явлена, друзья, явлена в жизни, его познание этого слова. Не просто знание в голове, не просто наполнение головы знаниями, а чтобы было познание сути этого слова. О чем написано? Чтобы быть специалистами. Бо мы можем о всем запутываться. Бо есть много людей, которые что-то скажут. И очень хорошо, что они это делают. Потому что дар учителя это очень хороший дар. И учителя очень хорошо, когда они вступают в служение апологетов, защитников веры. Слава Господу за это. Но хочу сказать, что это очень соответственно, чтобы нам нужно учить людей, чтобы мы учили познавать слово. Не просто информацию в голове носить, чтобы наша голова росла, а чтобы наше сердце углублялось, чтобы наше сердце познавало суть всего слова. Чтобы вкушать суть всего слова, как Павел сказал до Коринфянам, что я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. И был и у вас немощь, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, друзья. Почему было явление духа и силы? Потому что он познал суть этого слова. Его как бы, то, что это слово являет, это суть. Это есть это слово. Глубина его, не просто внешняя волочка, как информация об этом слове, или об этом понимании. Можно богато что казать, богато что казать, богато еще расповедаты, можно декларировать писание, но ты еще означаешь, что ты знаешь, глубину этого слова, ты вкусил это слово, ты вкусил это понимание, это понимание, ты это слово пережил, чтобы мать точное понимание, что ты говоришь. Слава Господу, что есть, слава Богу, что есть учителя, слава Богу, что есть богословы, слава Богу за них, когда они делают правильные речи, когда они добро и субленно исполняют свое служение. Слава Господу за это. Я бачу их справу, я обратаюсь до этих учителей веры, обратаюсь до богословов, чтобы вы субленно исполняете свое служение, потому что есть разные дары в церкви, есть разные дары. Слава Господу за каждый дар. И ваше служение, оно очень доброе, оно очень нужно. Дуже доброе вас бачить учителями, чтобы вы декларировали слово, декларировали каждую позицию, озвучивали ее, а также были апологетами, захисниками веры. Слава Господу. И я бачу ваши брати, я бачу ваше служение, как служение журналиста, потому что добрый журналист – это тот, который без перешкод декларирует то, что есть, не подмешивая свое мнение. Тобто ваша роль – это донести по этой теме, как оно написано в Писании. И слава Господу за это. Но истинное толкование, оно может быть только после познания этого слова. И Господь нас до этого призывает, чтобы мы познавали это слово, друзья, чтобы мы познавали его сущность, чтобы мы за Христом следовали, чтобы это было наше исповедание. Чтобы мы через право, через познание, через практику мы и Христа и познавали. И это очень хорошо за служение богословов, за служение учителей. И слава Господу, все очень хорошо, когда такое есть. Но мы не всегда понимаем, что когда, допустим, мы видим этих людей, и они что-то напоминают авторитетно, спокойно, и мы… И человек может не видеть, что его спокойствие, он не от познания слова, а от того, что он находится в спокойных и комфортных условиях. А когда его життя будет надлоблено, или его обставины життя будут надлоблены, или будет он так уверенно это слово сказать? Но мы знаем, что Павел сказал уверенно, когда он находился в темнице, был в заключении, он оттуда писал послание, его слово было в силе. И это слово, которое он познал через практику, через дела, через действия, через служение, через хождение, через… Когда он это познал, то он это приобрел Христа. Он сказал, что я все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа. И простираясь вперед, забывая заднее. И это он являл свое познание. Вовин, это слово, которое написано, он переживал. И мы також, братья и сестры, стремимся это переживать. И я всех закликаю, стремитесь быть практиками. Это слово нужно только практиковать. И Господь каже, следуй за мной, следуй за мной, следуй за мной, действуй, делай, познавай. Чтобы это слово «вкушать» не просто в голове мати знания, чтобы ваша голова росла, а чтобы это суть этого слова мати. И тот пример, что я привел вам, друзья, когда человек осваивает какую-то профессию, она приобретает знания. И это знания у него в голове. Но это знания еще у него мертв. Он только претендент. И когда он уже эти знания на практике через свое тело, через труд, когда он их прочувствовал, то только тогда эти знания уже есть. И что можно сказать, что он их познав, их прочувствовал. Також, другой пример. Я знаю нового мастера карате тоже. И я не помню, но этот мастер, он постоянно практикует и проверяет на практике, чтобы его мастерство в карате было живым. И слава Богу, что такой подход. И для нас, друзья, это очень плохо, когда чудеса, которые мы ожидаем мати в церкви, только в здании, где богослужение. А хиба Господь потеряв силу на улице? И я верю такого Господа, которого сила является не только в зале богослужения, а также на улице. И Господь на всяком месте. Потому что это должно быть действием. Потому что это должно быть действием. И это должно быть практиковаться, друзья. Чтобы это слово познавить. Чтобы его вкушать. Чтобы в этом слове жить. Чтобы в этом слове пребывать. Это очень важно нам, друзья, это понимать. Потому что не все, что мы слышим, оно проверено огнем или практикой. И только когда мы через практику это слово пизнаем, и оно себя являет, это слово. И тогда мы можем сказать, что мы поняли, что мы познали это слово, друзья. Нам очень важно познавать это слово. Чтобы как бы его вкушать. И это наша Пасха, друзья. Когда мы познаем Господа. И я могу сказать за нас, что мы, что мы делаем в нашей церкви. Что я могу сказать? Что я в своем хождении еще очень молодой за Господом. Но я могу сказать, я просто свечу о познании силы благодати. Что она есть, это насправде. Я эту силу бачил и переживал ее. Я могу сказать, что я признал эту силу. Я бачил силу благодарения. Это бачил. Також силу Евангелия Иисуса Христа на улице. Когда ты скажешь, и сила сходит на тебя. И про это свечу я и також инши, кто был в этом служении. И познав эту силу. И також познание силы радости от Духа Святого. Так оно и есть. Мы это вкушаем. Не только как знание и в голове разумение. А вкус всего мы знаем. Мы уже познали этот вкус. Також сила мира и Духа Святого. Сила исцеления. Ну и я еще в чем даре еще треба углублятся. Дар видения, пророческого видения. Мы все же это знаем. Мы это познали. Силу дар. Сила дара знания. Дара мудрости. Силу сострадания, любви. Ну всему до конца життя можно и треба усиливаться во всем. Сила милости от Бога. Его прощения. Сила покаяния. И мы все это познали, друзья. И еще есть что познавать. Я очень рад, друзья, что слово не только в голове, а что его можно вкусить. И все очень хорошо, когда мы увидим это слово. И я всех закликаю стремиться, чтобы это слово стало плотью в нашем жизни, в нашем ухождении. Чтобы мы могли, чтобы мы могли, чтобы мы могли, чтобы мы приобретали силу втиления этого слова в нашем жизни. Как Павел сказал, что я пришел вам сказать не в превосходстве слова или мудрости, но в явлении духа и силы. И познание Павла, друзья, этого слова в том, что вы видите явление духа и силы Божьей. Потому что он познал это Божье слово, друзья. Слава Господу за это. Слава Господу за Павла. Слава Господу за жертву нашего Господа Иисуса Христа. Тобто, чтобы, друзья, понимали, что нужно познавать слово не только знаниями в голове. Потому что, когда это слово будет проверено на практике, в огне, проверено, друзья. И это нужно видеть. И что мы видим в Писании, когда открываем Писание, мы видим практику Павла, практику Петра, практику Иисуса Христа, практику Иоанна Крестителя. 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 его, это слово пиздновать, друзья. Тобто тема сегодня, что я напоминаю, что воплощай слово, приобретай Христа, Пасха воплощение. Я всех призываю вкушать это слово, друзья. Чтоб не просто это было знание в голове, информация, но чтоб оно было в нашем жизни, в нашем сердце явлено. Чтоб мы могли сказать, что мы это слово, что мы его пизнали, это слово. И то, что, конечно, есть то, что мы можем пизнать в своем жизни, а есть то, что мы еще не можем пизнать, но мы это принимаем вирую и маем свидетельство от Духа Святого, что это так. слава Богу, я не осуждаю, никакой мере не умоляю служение учителей, богословов, но я знаю, что знаю, что я знаю, что я знаю, что я разные дары в служении для устроения Дома Божьего, для спасения душ, для спасения, для совершения служения. И каждому дару есть своя миссия, есть Божий порядок, друзья, в служении, есть Божий порядок. Есть также дары учителя, есть дары евангелиста, есть дары пророка, есть дары исцеления, и все это, и все оно, и все, и все, в свой порядок, в той порядок, который установил Господь. Я призываю вкушать это слово, его вкушать, и его вкушать на практике, чтобы это слово, которое мы пиздаемо, чтобы это слово оставало дьявол в нашем жизни, в моем жизни, в каждом из вас, чтобы мы не просто были, а чтобы познавали это слово, друзья, чтобы это было нашу практику познания и воплощения слова, чтобы это было и чтобы это была наша Пасха, вкушать життя Божие, чтобы иметь одну часть с ним, и, как Господь сказал, следуй за мною, чтобы мы также ишли за Господом в практике этого, чтобы мы не просто были умниками, чтобы иметь знания в голове истинное истинное разумение, ибо Господь нас призывает познавать, потому почему Господь пришел, чтобы нас спасты, мы знаем его, и когда Господь пришел, и мы видим в его жизни в тот час, мы видим, что было богато учителей, мы видим, что было богословом в тот час, мы видим, что люди разумели, и знали даже Писание наизусть, такие великые учителя в тот час, и Господь сказал, что вы имеете ключевое разумение, и сами не входите, и людей не пускаете, и Господь, что он делал, наводил акценты на все, я закликаю, чтобы люди, которым верят нас с служения богослововачей, учителя, чтобы они, чтобы приводили людей до истинного познания слова, чтобы следовать за Христом, и Господь и церебил, когда он пришел, он показывал практику, показывал практику, я еще расскажу, друзья, показывал практику познания слова, хождение слова, исполнение этого слова, он это слово исполнял, друзья, також Павел сказал, что я все почитаю за ссор, я все выкинул, все выкинул, чтобы познавать Христа и идти за ним, делать его справу, познавать его, познавать эту силу, познавать суть этого слова, как как оно себя является на практике, и когда он приходил, сказал, что я пришел в в немощи и мое слово было в явлении духа и силы, и что мы маем, друзья, мы когда мы истинно познание, мы приобретаем дух и силу, друзья, и тогда наше слово мое силу, друзья, таки приклад, когда допустим кто учить например о прощении к примеру как информацию можно учить, а человек который в истину кого-то простил по-настоящему и не такое было в и его слово мое иншу силу, то его слово мое силу, он это проще познав познание слова, истина, любовь, познание каждого слова, друзья, а до цього нас призываю Господь, чтобы мы вкушали его Пасху, принимали это слово, чтобы остановиться частью с ним, друзья, я до цього призываю, чтобы в нашей церкви, в церкви подяка, это такая тема, не глубокая и тяжко проповедовать и сглагать, но я уже , знаешь, это в голове, в голове, но ты еще не пизнав слово, потому что знать слово и пизнать слово, это разные вещи, разные вещи, и и это люди, которые слово пизнало язык, из его язык, это слово по-другому звучит, с другим акцентом, с другим лимоной, и для этого нас призываю Господь, чтобы мы пошли за ним и пизнавали его слово, друзья, на практике, и мы стараемся так как так делать, пока есть жизнь, пока еще есть время, сколько нам Господь отмирил, я буду пойти за Господом и познавать Его, и это очень интересно, познание Господа, познание Его силы, познание в полноте, будь в практике, познавать силы Его, чтобы мать разумение. И, конечно, есть разные темы, что можно опизнать в своей практике в жизни, а есть допустим, какие-то события исторические, как ты их познаешь? Но есть это для чего нас Господь призывает, чтобы мы познавали и становились ближе к Нему, становились, как бы, брали частину и цю плоть вкушали Его, эту Пасху, чтобы это слово, вкушение слова и его приобретение было нашей Пасхой, друзья. Это будет истинная Пасха, когда мы вкушаем его житие и маем участие в его служении. Слава Господу за это привлеку, что Господь нам дав такую возможность познавать. Я благословляю всех учителей, благословляю Богословов, благословляю учителей слова. Я призываю вас, будь такожи апологетами, вот, будь апологетами. Я знаю еще на кожан богословов, чей учитель Майдар молитвы, что он хорошая молитва, не могу сказать, мой хороший евангелист, чей хороший пастор, чей мая, чей чей мая дар пророка, чей дар силы, не могу сказать, но у него есть дар учителя окопаться в Писании, и все тоже доброе работать всю справу, приводить в Библию, но цена вся полната Божия, цена практика насаждения церкви, рост церкви, спасения душ, и кожан дар вен душа потребен для тела Христова, для Церкви Божией, я призываю богословов, учителей, маты, мудрость, и займаться своей справой, я Господь вам определил, вот, вот, каждому дару своей миссии, дару учителя, дару пророка, дару евангелиста, дару пастору, дару молитвы, дару насцелений, в каждом своем месте, друзья, я призываю, чтобы мы признавали слово на практике, чтобы мы не тільки просто голову свою наполняли, это потребно, и написано, чтобы вы мали Бога в разуме, Христа в разуме, это уже потребно быть в слове, копаться, но нас Господь призывает познавать суть, то, что это слово являет, если мы даже возьмем лингвистику, этимологию слова, его значение, мы знаем, что есть морфема слово, это его внешнее начертание, есть слово семема, внутреннее наполнение, и когда есть внутренняя только внешняя форма, а нету содержания, то это слово оповрежденное, друзья, лживое, кто мы стремимся познавать суть, вкушать суть не просто в голове, а напрахнеться, чтобы сказать твердо, что мы что я познал все слово, я познал всю истину, я познал заявление Божие, что я познал, дал дар радости, дар благодати, дар Духа Святого, дар мира, дар радости, дар мудрости, я познал все слово, я познал милость, я познал любовь, я познал истину, слава Господу, и я призываю всех вкушать слово, вкушать эту суть, чтобы оно с головы переходило в сердце, а сердце становилось частью нашей жизни, как Павел нам показал пример, что он все почел за счету, чтобы появились Христа, и его слово, тогда, то, не было, когда он это слово приобретал, вкушал его, познавал его, и это еще, и Господь нам показал, когда он пришел, он обличил, он себя явил, он это слово явил, всю истину явил, и мы зараз познаем, друзья, я всех вас благословляю и призываю познавать слово на практике, чтобы мы были практиками Евангелия, практиками познания истины Божьей, слава Богу, аминь. Господь, во имя Иисуса Христа призываю благодать, твою истину, Господь, я дякую, что ты меня поддерживал в этом условии, потому что это очень тяжело, очень тяжело, тема, и много торкается, благодать, Господь, чтобы каждый вынес, Господь, что ты хотел сказать, во имя Иисуса Христа, и благодать, чтобы я тоже, чтобы каждый из вас, каждый из нас переспевал в познании слово, не только в разуме, но и в сердце, и на практике, чтобы суть этого слова, она отпечаталась в нашем жизни, чтобы суть, чтобы сила сути этого слова, она была явлена в жизни каждого из нас, во имя Иисуса Христа, чтобы мы признавали силу сути слова, Господь, во имя Иисуса Христа, которого написано в Писании, написано в Библии, Господь, явится суть, Господь, чтобы нас, Господь, привели, Господь, познание силы, сути слова, господа, во имя Иисуса Христа, чтобы мы не были, Господь, не следующими, а только знающими в голове, и не только знающие на поверхности, но чтобы мы познавали глубину своего слова, чтобы мы суть любви, суть любви, суть милости, Суть Твоего Духа, сила Твоя, которая познавала, благослови Господь. И нас так направ в житти, и церковь подякала, направ Господь к познанию Господь, истины Господь. Чтоб мы были, чтоб мы в истину сказали, что вот мы все познали, что оно таке, благослови Господь. И ця сила, цего слова, она была явлена, ця слово, ця истина, ця тема была явлена Господь. В нашем жизни, через нас Господь, чтобы мы познавали Тебе, бо Ти є слово жизни. Благослови нас Господь, чтобы познание наше было всей Пасхи, познание, чтобы мы были частью С Тобою, и чтобы мы нашлись в Тебе, Господь, во имя Христа, во имя Царства и Духа Святого. Аминь. Слава Господу! Запрошу брата Виктора со своим словом, седостом, как Господь брату поклав. Приветствуйте брата Виктора! Да, друзья, витаю всех любовь Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас великий праздник, это один из самых больших праздников, который может быть в все времена жизни, в жизни людства. Большего праздника нет и не будет. Это уже факт. Аминь. И цей день я хочу доповнити брата Женю в пизнанні Господа нашого Иисуса Христа. Аминь. Его характер, его поведение, его всего, его тела, то есть, что он нас оставил, который он есть в суте, который он есть на самом деле, которого мы в жизни познаем, служим ему, как члены тела его, и маем надежду на спасение и все мы делаем для этого. Аминь. И сегодня, друзья, я хочу обратить внимание на два места писания. Один в Новом Заповедине, а другой в Витхове. То есть, ниней до нас прийшла, так сказать, беда на наш народ. Это пантомия коронавируса. Да. И это те времена, что тоже нам познавать Бога, познавать Господа, как выбраним Его. И это можно найти в Библии, где его характер, его силы, его все иное. И я хочу вернуть вашу увагу на то, что, по-перше, ця пантомия, она прийшла неочековано для всего света, для всех народов Украины. Но Господа еще в час служения предупреждал, что будут землетрясения по местам, будут лады, лады, море. И это суть начаток болезни. И он предупреждал через Матфея, через Марка, своих ученых. И что означает море? Это означает, что люди будут умирать в час этих неведомых болячих. И это мы видим на самом деле, что ныне происходит. И это можно найти подтверждение цему, что Господь говорил, предупреждал населено земной кулей. Можно прочитать в Откровениях 3-я глава, где Господь говорит англу Савдийской церкви. Напиши, так говорит, имеющий семь духов Божих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Говорит дальше, бодствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Что говорит Господь этому ангелу, этому вестнику Севдийской церкви, что сам то Господь, он контролирует все церкви Божьи, сев сев духов Божьих и сев звезд, это обозначает то, что они под контролем Господа Иисуса Христа. И одному из них, ангелу Сердийской церкви, он говорит, что ты будь то жив, но ты мертв. И он говорит, что божьи утверждай прочее близко к смерти, ибо не находишь, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим, то, перед Отцем Небесным. Он говорит, что утверждай прочее близко к смерти, то, он идет неправильным шляхом, шляхом ведущим до смерти, и твои справи несовершенны перед Богом. И говорит ему дальше, вспомни, что ты принял, и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бостовать, то я найду на тебя, как птать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Тобто Господь по своей любови до нас, когда мы грешим, отходим от него, он никогда не покинует, никогда не покидает и не покинует. Это уже факт, это уже было много проповедей на эту тему. И в этом случае он ангелу Сардинской церкви тоже говорит, вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся, покайся в своих справах, чтобы ты не помер, был живым, был спасенным. А если не будешь болствовать, то я найду на тебя. Как стать? И ты не узнаешь, в полтора час найду на тебя. То в этом вверхе мы видим характер Господа, нашего Бога, что, во-первых, его любовь к своих выбраних, что он никогда не покидает, никогда не лишает. И, во-вторых, то, что он хочет, чтобы они каялись и служили ему. А если нет, то он находит на них как тать в те часы, когда они не будут отечествовать. И готовят, получается. Да. И тогда человек не спасается или спасается, это зависит от того, будет служить в то время. Не будет. И тут видображается характер Господа, что он в таких випадках приходит на землю, на все население, или на своих служителей неожиданных приходит как так. Это же то же самое, что происходит сегодня в Украине. Это неведомая болезня, а она действительно неведома, потому что и сиворотка на ней не найдена, и не хватает этих приладей для тестирования. И самое что смешное, что не хватает масок людей, чтобы захищаться от коронавируса. То есть уже на практике видно, что Бог допустил эти события на людское життя по всей планете. И думаю, много из живых на земле думает, что Бог таки жесткий. Он таки что с бородой, с ногой людей будет это самое молотить. Но друзья, это не так. Это не так. Потому что если мы вернемся в часы до прихода Иисуса Христа, то мы прочитаем Плач Ирии Третья глава 33 вирш сказано, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирает ногами своими всех узников земли. То что тут говорится, что Бог попирает наказывает население земной крови не по изволению сердца своего и горчает сынов человеческих, но тут иде перечисление, за что Бог допускает такие события, которые предрекал Господь наш Иисус, в которых ныне людство перебивает. И если мы будем читать ци вирши, то тут сказано, что Бог наказывает и горчает сынов человеческих. В каких случаях? Тоді, когда людство попирает ногами своих узников земли. Это правда, друзья. Мы знаем, что в многих странах в каких условиях содержатся узники, тюрьмы, как до них относится взагалі, как в них ликования, как они там вживают стражи, вживают ежу, чи им хватает, как относятся до них служители, охранники, вся служба, которая обслуживает их. И много я чувствую таких разгов, что эти люди, которые обслуживают людей в тюрьме, они от окремлются в окремных кивнатах, на ночь там запираются днем, потому что они боятся их, чтобы они их не побывали там, не покоричили за их отношение до узников. И это правда, действительно. Можно взять простой пример. У нас на Украине, когда не памятаю гамилью, людина, яка очолювала фискальну службу в Украине, и когда ее звинувачивали, она попала в киевский слідчий изолятор, то эта людина выхвала миллиарди гривен из-за того, чтобы ее только на другий день высловали. Миллиарди, декілька миллиардов. Тобто, це можна представити, в яких умовах там люди находятся в нашому узоляторі. И еще я хочу сказать про те, что в Америке есть такие тайные тюрьмы, где людей, тобто детей, подлечки, женщины, их над ними вздеваются, физично, их насилие, их органи продают. Но Бог все это видит, очи его вернен как на неверующих, так и верующих, как на чистых, так и правиль. Бог все видит, Бог все чует, на то он нашим отецем писали, что он все видит, все чуешь, все знающий, все проникающий, ничего не секрита в него, это сказано в Библии посланных евреев, Тобто Бог знает каждую думку людини, спілкувание с родичами, с товарищами, что в людине на столе поїсти, что он не поїв, что поїв, что не поїв, где он исходил, и все справедливости за все роки життя каждой люди на земле, они у Бога засняты, как бы, на видеоклінке, и на Божем суде Бог предоставит каждому ци речи, но Бог не хочет допускать людство до таких великих беззаконий, безчестей, всяких розвратных речей, он допускает те речи, которые говорили Иисус Христос. Если мы возьмем Россию последние 50 лет, то там молодежь так розвратилась, что их сексуальные розвратные речи, они уже начинают обходить через канали смартфонов по різным странам. Это в голову не вкладывается, до чего доходят люди. Бог все бачит, поэтому он допускает речи. И сказано дальше, когда неправильно судят человека перед лицом Всевишнего, а если говорить суды, то это вообще люди на судах представляют ложные виноградения. Людей садове тюрьму не за что. Людина не совершила никакого злого чинку, не нарушила законы, а людям дают немалі сроки. Я памятаю 90-е роки, когда мы вселились в нашу будильню, в этом доме, где я нынешний живу, то были такие часы после развода Союза наш народ действовал без закону. Наш народ творил такие суды, что действительно люди не за что попадали в тюрьму. И в нашем доме, точно по моим знаниям от других людей, которые знают ці події точно, 10 громадян квартир нашого дома были незаконно выселены, а двое хлопцев до 30 были даже незаконно посажены в тюрьму и заодно и выселены. Я этих людей, деяких знал ли это, но до сих пор я их не вижу в нашем доме. То это такие действия с боку начальства нашего ЖЭКа совместно с демническим инспектором, демническим лекционером, они заодно делали, у них там еще была своя братва така, что силы людей выганяли через разные махинации, так и иначе, что мы видим, что в Росии происходит, когда кто-то поехал в командировку из Украины, людям хватает, предъявляет незаконные звинувачения в каком шпигунстве против Росии, и люди незаконно отримывают немалые сроки. Это факт. И это же не только в Росии, это много такого, чего творится и в других странах. Мы этого не можем знать, но это точно, это правда, нет сумнений. И что говорится дальше? Когда за что наказывает и горчается на человеческих наш Господь, когда притесняет человека в деле Его, разве не видит Господь те, что я говорил, что очи Господни направлены на всех, на нечастливых и на праведников. И даже кто это говорит, что и то бывает, чему Господь не желал быть. Не от уст Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Тобто на нашей планете в многих странах творится таке, что Господь не повелил быть таком. Но люди творятся. чему творят. Потому что они прислушаются не до Духа Святого, не до Божого Духа, а прислушаются до Духа Злоби Піднебесной и творят ци беззакония. Багато грехов на людских душах, на людских диях. Але Господь говорит, что не от уст Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Тобто от Бога мы очекаем и одержим как благополучие, так и беды. И беды. Беды, которые мы скажем маем ныне, а это действительно беды для людей. И уже дехто начинает опиять, что как нам дальше жить, где у нас нема финансов, нема того, того, того. Но что Господь говорит в таких випадках? Зачем святой человек живущий, всякий святой на грехи свої. То для чего людині сетовать на своє життя? Ти сетуй на свої грехи. Над цим треба задуматься. Что Господь нас не наказал, справедливо не наказал, чтобы ци грехи не розповсюджувались, не розросталися, чтобы людство не дійшло до тих часів, когда первая и другая людина и после нее людство было Богом потоплено, чтобы люд наш не разрушился, чтобы беззакония наших людства на всей земле без честя не дошли до такой мірки. Тому Господь говорит, и спитуем, и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу сущему на небесах. Тобто Господь говорит, чтобы людина исследовала свой шлях, как она живет, какие девчонки, до чего они приводят. А людьми, людьми, людьми в целом по всей планете что движет? Движет користо любви, егоизм, сребролюбие и много других грехов. Но людьми на это не вертает. Он делает свою справу, прислушиваясь к духу злоби поднебесной. Но Господь говорит, исследуйте свои пути, и взивайте Господу, как написано. испытываем и исследуем пути свои, обратимся к Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Тобто будем звать каятись перед Ним за всі наші грехи і тоді Бог, Він є сущий на небесах. Будем звивати до Нього, піднімати руки, каятись на колінах перед Ним. Він все зможе, для Нього немає нічого неможливого, щоб змінити наше життя на краще у ці часи. Даже взяти простий приклад, дуже простий, коли під час цієї пандемії, коли вона розпочалась, то звичайно транспорт вже не ходив, багато чого позакривалось, предприятий іншого, але магазини і АТБ ще працювали, тому що людям потрібно ж купляти харчі для інших і таке інше. То народ я замітив в усіх, цих торгових точках підняв ціни в два рази на саме необхідне для вживання їжі. Але влада наша відразу відреагувала на ці випадки. Тобто кабін видав постанову і щоб ціни повернулися і більше такого не було. І коли я зайшов, точно ціни стали все, все стало по місцям і все нормально, але все равно люди якось крутяться, вертяться, щоб з людини як можна більше вижати. Тобто людину тільки через закон, через закон від влади нашої і через наказання Господа можна поставити на місце. По-другому в нас ніяк не виходить. Тому ми розуміємо, ми бачимо, що Господь справедливо допускає ці ситуації, щоб людство не дійшло до таких часів, як було під час Сосвітнього потоку. І тоді ми пам'ятаємо, були такі беззаконні, такі безчестя, що Бог не міг дивитися на людство. Він навіть пожалів, що людство ну можна сказати, що Сосвітнього потоку, коли йому Ной розпалив жертвенник, то він сказав, що більше я цього не допущу, тому що помисли людини з її юності. Це зло. І це зло ми бачимо в усі часи. Усі часи перед Ноєм, після Ноя, після приходу Ісуса Христа. Це зло розпространяється, тому що мало хто робить добро для ближнього, а більше людей помишляють, як мати користь від ближнього. Тому Бог допускає такі речі, щоб людей остепенити в їхніх беззаконях. І він це робить справедливо, це все робить. За це слава Господу, за це все слава йому, що людство може приборкати якось. І він говорить, що хочу ще повторитися, за чеку світує чоловік живущий, всякий ситують на грехи свої. Тобто людині нема чого обіжатися, ну, ситувати на своє життя. Нехай вона розбереться в своїх грехах і чому, а завдяки цих грехів якраз ми маємо таке життя по всім країнам. Це факт, тому що людська нажива, людський егоїзм, користолюбие вони не прекратилися. Ні після часів ноя, ні після часів моїх сіля, ні після приходу господа людина остається той же. В основному більшості свої. Я не виграю про всіх, але більшості населення це так так воно і є. Це істина. І якщо ми розбираємо характер Бога, характер господа, то істина в тому, що 33 вірш я читаю, 3 глави Плач і Ревію. Ібо Он, тобто Господь, не по ізволінню серця своєго наказує і огорчає синов чоловічіських. Це не по його волі, не на серці в нього не лежить таке наказання. Це по його справедливості, даже можна сказати по милості, щоб людство не загинуло, як під час до часів Ноя, коли Бог спас людство, коли Бог спас все людство і род його продовжився. І таким чином можна сказати, що Бог є справедливий Бог і треба приймати те, що Він нам дає, те, що Він чи наказує, чи ми отримуємо благополуччя від Нього, чи бідствія, все треба приймати. Це для спасіння людини, це для кращого людини, це все, за все слава Йому, слава Йому, і Отцю, і Сину, Духу Святого. Амінь. Амінь. За всіх нас, Господь, нас милу, що все покаялись. Так, халілуя, Господь, я дякую тобі за сьогодні служіння, халілуя, слава тобі, Господь, що ти з нами, що ти довірив нам з братом, Женію цю церкву, подяка, за те, що ти наш веде своїми шляхами, дав це переміщення для того, щоб церква состоялась, відбувалася в майбутньому, халілуя, Господь, за ті дари, які ти нам дав, з братом, можливість їх розвивати для твого служіння, Господь, халілуя, ми за все дякуємо, прошу так же благослови сельмство земної кулі, придаєм істинно розуміння своїх неправильних вчинків, щоб вони менше, щоб вони зовсім в дальнішому їх не робили, наставляй їх на всяку істину, Господь, веди їх своїми шляхами, шляхами прямими, навчай їх, тому що твій шлях прямий, і він веде твоє царство, він наставляє на всяку істину, на те, щоб людина жила правильним шляхом, шляхом, і познавала тебе все своє життя, тому що твоє слово є істинна, є правда, і воно допомагає нам тебе краще познати, бути спасеними, мати життя вічне, і за це все слава тобі, отцю, сину, і другою, святого. Амінь. 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 А, Господу, дуже хороше слово, брат, дякую вам, дуже, таке, в точку прямо, вігаро, так знайшли, таке, щоб Бог показав, в точку так, прямо, оце, плачеви, і так, зовсім, тут прямо, прямо, точно, попадання, десятка, десятка, наповал просто, нічого, ест, но тут, прямо, ну, все, наповал, все, наповал. Слава Богу, слава Богу, я дуже вдячний, Господь, таке, робот, я дуже, дуже хороший пример, в писанні, как бы, пример реакції людей, реакції правительства, это, мы знаем все, Неневия, що неправильно отреагировали, от царя до всех, скотов, і пост, і покаялись, в цих делах, і в додіх було, Донець, но точно щас роботися, до всього світа, как бы, щоб, Господь, взвешиваяся, в невесах, і показувать, чоловіку, що он для себя представляє, і, що на самом деле, поражає таким образом, і себе, ну, суд являє таким образом, як я написано, і це обращається до всього людства, як до Неневії було обличчено, і як буду зараз робити реакцію люди, правительства, чиновники, як кожна людина, як вони будуть робити реакцію, яка буде вісього, буде і майбутнє, далі розв'язки, чи буде сукоблятись, чи буде минулась, чи буде інше. Ну, це для всіх, для нас. Мені є дуже такий приклад, що, коли читав про Неневі, і удивився, що прямо аж царь з престолом, як би дал приказ, щоб пост був не тільки для люди, а для скотара. Це дуже прямо аж наверняка, щоб показатися. Так, так вот оно прямо, я так і не мог представити, що так і можна, щоб скотство спостився. Ось такі, такі було глупокі відношення, такі желання, ну, так і до такой степени, Господь. А, а це саме, і оно, оно не расстроилося, як би, що вони пока, але хотіло побачити суд, як вони згорячі щось, а Господь сказав, що я був іще Бог, таке було, це серце нашого Бога. Ми, ми ожідаємо від Господа, що, ну, було дуже тяжко, як би, і оно всіх торкув, торкувся, що люди стоять, люди, премьерси стоять, і зараз, воно, кожна людина, свої запаси, воїдає, як би, і заведнічається, як ще буде, як далі буде ще, і ми бажаємо, щоб милость Божа була, щоб воно становилось, і було правильне розуміння цього, Бо, ну, полагаємося на Господа, друзі, ми всіх вас благословляємо, цяка подяка благословляє, всіх вам бажаємо, гарних, гарних тижня, наступних, гарних, вихідних, слава Богу, що вони закінчаємося, ми бажаємо всіх вам, щоб ви познавали Слово, щоб воно стало плотью вашого, в вашому житі, щоб ви це Слово приобріли через практику, Силу Сути приобріли. Ну, і бажаємо вам гарного дня, гарного тижня. Хава гут век, маганда линго, бласю, бай-бай.